На новых объектах обще-заводского хозяйства, которые включают в себя проложенные коммуникации, подстанции, линии электропередач, воды, газоснабжения, дополнительный источник водоснабжения, резервуары для размещения и хранения продуктов предприятия, все земляные и фундаментные работы уже закончены. Сейчас производится монтаж металлоконструкций. Планируется, что к пуску установки и замеризации объекты обще-заводского хозяйства также будут включены в работу. То есть обеспечение водой, электроэнергии и другими энергоресурсами будет происходить по новым смонтированным линиям. Резервуарные парки также готовятся, новые, куда будет выводиться изомеризат и промежуточные продукты. Все, что запланировано, сейчас идет все по плану. Порядка 36-40 человек будет работать на установке. Это персонал, который будет обслуживать данную установку. Вырабатываемый изомеризат, который является компонентом к бензинам, повышает октановое число топлива и позволит уменьшить содержание в бензине бензолов, снизить содержание серы. То есть с окончания модернизации главным продуктом предприятия будет дизель, соответствующий требованиям евро 4,5 и высокооктановый бензин АЕ-92-95, а если надо, то и с более высоким октановым числом. Второй этап модернизации, который будет продолжаться и строиться, и планируем, что она завершится в 2018 году, в концу, тогда будет объем переработки нефти 6 миллионов, и, естественно, там выработка бензина, дизельного топлива увеличится в разы, и будет меньше выработки мазута. Бензина будет больше 2 миллионов, 2 миллиона 300 и 2 миллиона 200, и дизеля примерно такое же количество. Кроме этого, на предприятии будут производиться жиженые газы, совсем незначительные в сравнении с общими объемами мазут и котельное топливо, около 600-700 тысяч тонн.